Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня суббота, 3 апреля, ну и как я обещал, катаем допоздна. К работе я готов, машина чистая, бензина у нас достаточно. Есть только одно дело, надо заехать на вокзал, забрать Милану. И все, и сразу начнем работать. Знаете, три дня подряд передают дожди, но их все нет и нет. Солнце светит, облака летают. И на сегодня тоже передали дождь. И смотрите, какие-то прям вот маленькие капельки есть. Может действительно пойдет. Хотя я не знаю, хорошо это в субботу или плохо дождь. Я по субботам вообще давно не катал, поэтому я уже не помню. Будем надеяться, это к лучшему. Я решил припарковаться на Дружной, но что-то здесь очень все переделали. Как-то здесь я не был давненько. Я смотрю, везде висят знаки «парковка запрещена», однако все стоят. Ой, там раскопки какие-то. Ладно, сейчас найдем какое-нибудь местечко. О, вот здесь я нашел. Здесь вроде нету запрещающих. Да, короче, на вокзале теперь вообще нигде не припарковаться. Раньше можно было с Дружной, вот там, где раскопки идут. Но сейчас там пару мест осталось, и все. Там такое типа круговое движение, и по кругу тоже стоят знаки, типа «парковка запрещена». Да как где парковаться, если ты на вокзал приехал? Правильный ответ – на платных парковках. Ну все, сейчас мы Милану отвезем домой. Милана там у нас погуляла хорошо. Теперь можно и поработать. На линию… О, кстати, тут же и зона еще. И я как раз в одной из них, восьмирублевый. Что у нас тут по выгоде? А, ну собственно… А, не, подождите, они еще не начались? Бонусы. В 3.50 начинаются. Но самое выгодное, я так понял, это в центре. Нет, вы знаете, как-то по-разному. 8.9. То там дороже, то там дороже. Короче, смысл в том, что нам надо… Сейчас я покажу, как. Держаться вот этих районов. Ну, собственно, как я всегда и катаюсь. Это центр, спальные районы, Каменка, Малиновка. Во, все замечательно. Сейчас я займу выгодную позицию и будем вспоминать, как это работать в субботу вечером и ночью. Пойди поработай в субботу, говорили они. Это классно, это весело. 20 гребаных минут я простоял. Просто вдумайтесь, 20 минут. Тут… Ну, короче, прилетел заказ такой, недалекий. Недалекий, на 4,6 километра. Ну, что, первый заказик сделали. Если на 30 там тучи какие, наверное, все-таки пойдет дождик. И уже загорелись зоны, я тут недалеко от них. Ну, почти назад придется вернуться. И первых 2,5 рубля мы заработали. Ее, осталось 97,5. Почему именно столько? Ну, как бы у меня сегодня план такой. Хочу соточку по таксометру сделать. Ну, больше – замечательно. Меньше – нельзя. Вы знаете, еще только 4 часа я уже спать хочу. Я что-то в обед сидел, залипать начал. Потом кофе попил, но вроде отпустило немножко. Но все равно такое, остаточное осталось. Залетаем мы в зону, включаемся. Все, ждем следующий заказ. О, кто-то прям посреди дороги стоит, ждет заказ. А нет, там никого нет. Бодрая такая, веселая суббота. Вот такая. Очередные 20 минут мы постояли. Погода все мокреет, ничего не происходит. Ребята в тетрис играют. А мне прилетают невменяемые заказы. Ну, такие дальняки. Через весь город и обратно, куда-то за город. Вот я уже 3 штуки пропустил. И в общей сложности стою уже 40 минут. Ой, вы знаете, надоело мне стоять. Я схватил заказ К+. Он, конечно, долгий. 13 километров, 24 минуты. На Мирошниченко мы окажемся. Но там вроде как тоже еще зона вот эта должна действовать 8-рублевая. А простоял я 50 минут. Так что везем. Как обычно, по субботам любят ездить с семьями. Идет банда из трех человек. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Миши все кандидаты на это самое, кайной ресторан можно, знаешь. Найдем. На переднем пристегнуться. Да. Хорошо. Просит. Не просит, ругается. Да. Да, ну и шо, слабо ругается. Би-би-би! Ну, я тоже ругаюсь. Приложение там специально ваше такси? Это да. Просто, что удобная информация. Ну, Яндекс.Навигатор он такой же. Да? Яндекс.Навигатор, да, точно. Должен. Да. Перемьем. Да, ну я хочу сказать, неужели товарищи. ЦК-смотр подошел. Ну, наверное, заберут, я буду жалко. За транзитом, наверное. Ну, да. Железо сдает, хотя бы. Чего не. А может, и машину туда везет? Ну, да. На сдачу. Потому что она такая, стояла бы. Ну, наверняка без техосмотра, без всего. Не будет, наверное, плюну. Но штраф получше сколько там, типа, базовый. Спасибо. До свидания. Не очень выгодно, конечно, получилось. Но хотя бы с мертвой точки сдвинули. Сейчас посмотрим, как в этом райончике заказы будут лететь. Потому что в моем, ну, совсем глухо. Машина эта старая была Москвич. Такая, знаете, мхом поросшая натуральным образом. С таким же прицепом, ржавым, разваленным. И в прицепе две чугунные ванны. Такая странная картина. Опять заезжаем в зону. Что-то у меня такое подозрение, что в этом районе так же глухо. Более недобитым уедем. И вон туда поедем. Даже здесь летят одни длинняки. На Кош Саблиной я остановился. Два раза прилетал один и тот же заказ на Каменку. Пришлось пропускать его. Вот такой заказик прилетел. Октябрьская 15. Ну, хоть что-то. Сейчас я гляну, сколько там километров. Шесть километров. Ну, вроде как, должен быть бонус. Добрый вечер. Сейчас. Е-е-е, третий заказ мы выполнили. Короче, получается где-то по одному заказу в час сегодня. И есть такое подозрение, что надо возить все подряд. Ну, по крайней мере, не 20-километровые заказы, но 10 километров придется везти, потому что, ну, вообще ничего нет. Видимо, сегодня каратышей мы точно не дождемся. Такие заказы летят. С Миловичей. И вот они, в общем, через один такие. Все пытаются уехать за город. Давайте глянем, где это. Ну, вот так вот. Снова мы простояли прилично времени. Я даже не засекал. Ну, минут 20 точно, может, больше. На Первомайской я стоял. Вот тут одна машина, вторая. И решил я перевалить через проспект. Возле Оперного, я думаю, где-нибудь стану. Естественно, если по пути не прилетит заказ. Как только проспект переехал, сразу заказ прилетел. И он каратыш. С Янки Купалы на долгоброску. Пишет, что 3,5 километра. По-моему, нормально. Настолько мы отъехали от зоны. Сейчас снова возвращаемся. Прилетел мне еще один дальнячок, и я решил взять его. Потому что это был комфорт. Ну, и, может быть, я снова поменяю район и посмотрю, как там ситуация. Где-то 13 километров нам ехать. На Шаранговича мы пилим. Ну, стоял я на Платонова. Вот здесь вот. На какую-то непонятную территорию мы въезжаем. Какие-то СТО, кузовные ремонты, автомойки. Прицепы рядами стоят. Вы ко мне? Способ оплаты изменен на наличные. На наличные, конечно. Расскажите, какая у вас купюра? 9 рублей написано на оплату. Потому что я, как правило, только по безналу езжу. Двадцатка у вас. Наверное, менять надо будет. Надо будет где-то остановиться, разумеется. Сейчас. Сейчас я только, блин, где-то может попасть и что-нибудь будет. Сейчас, сейчас. Я сейчас решил. А, потом поменять. Я знал, там нет. А, ну, хорошо. Так, даже лучше. Должен, если он вообще включится. Да. У меня, например, нету. Ну, просто наличка или карточка. Я только карточка. Да, то есть не дает. Да, просто поменял точку. Короче, только наличку. Ну, сейчас тогда по пути где-нибудь. Перепровожу. Просто вы адрес поменяли, он сейчас может и сам мог поменять. Нет, он и не меняется. Бывает так, что он поменяется. Ну, а по приезду. Да, за времени. Да, да. Так что только за консталом? Да, я просто работаю только в консталу. А? Ну, таких проблем нету со сдачей. И всего остального. Ездишь и не думаешь, что там заплатят тебе, не заплатят, убегут еще что-нибудь. А что были? Ограбят. А всякое бывает, знаете. Мне так спокойно. Да, все камеры спали наружу у вас. Ну, знаете, как... А еще к телефону тебе? Нет, ну, просто по зарядке стоит. Она как регистратор стоит. Хочу не регистратор. Просто выставлю. Ай, был он с дух. Работал, работал и состарился. Да, там же камера. Работал, работал и состарился. Может быть, здесь где-нибудь? Нет, нет, здесь там. Ну, там остров. Сейчас тут, там, какой-то. Сейчас я даю. Открыто, нет. Ну, все. Просто вот пополам разбейте, и нормально будет. Да, вот такая шляпа была. Люблю субботы. Получилось? Да, замечательно. Получилось. На F-34, по-другому. Я после него на этих ковшениях езжу. Прямо вообще. Какие? А там турбированные, как правило? Нет, какие обычные. Такие же моторы, по-цессу. Ага. То есть, кто-то на 110. Ага. Ну, у меня вот... У меня даже меньше, у меня 90. Да. Он щется, по-стате. Ну, не знаю. У меня, вроде, 125 сил будет всего лишь. Ага. Но за счет коробки, 7-ступенчатой, то, что 200 ньютон метров, прям как ракета. Ага. Ну, реально. То есть, ну, 1.4, который ездит 8,5 секунды. Я как-то пытался стартовать с обычного пола 1.6 на автомате. Я прям на несколько корпусов вперед улетал. Причем, ну, то есть, видно, что как ты начинаешь уходить. Ага. От него нормально. Ну, этот тугой, который у меня вообще есть. Да, так я знаю. А тут еще добавьте веса. Джет аж потяжелее. Так я вот на этих половиках на корше ремня. Едешь, иногда ощущение ты вот... А, даже не на этом полу, а вот недавно ехал, в котором более свежая будка. А, ну-ну-ну. Но, там же внутренняя часть, то есть платформа, двигатель, коробка, ходовая. Все то же самое, только как песка другая. И салон что-то другое. И он такой тугой. Ты вот давишь на педаль, а он никуда вообще не ехал. От слова... Чувствуется, как у тебя под ногой педаль упирается. А, да, да. Знаешь, ты говоришь, что никакая педаль упирается. Чувствуешь, что машина не может. У меня BMW в жопу уперлась. Я ехал, я 110. Ага. BMW X5 там. В шопу уперся, начали, типа, поргать, все, ступи дорогу. А меня же зацепило. Как это, в сзади, кто-то поргает. А, ну-ну-ну-ну. А, у меня копейка, что-то. Ага. Меня зацепило. Я говорю, ты мне это в жопу уж не пугает. Я газ в пол положил, ты забетил, 170 разогрался. Ахахах. Он меня когда обгонял, у него глаза поликвадратные. Представляешь, копейка, которая 170 в патрасе, причем нового. Ахахах. Он газ в пол положил, то есть, по тому, что у него за ним стояло, то есть, легкое облако черного дыма, то есть, видать дизельного. Ага. Потому что у него сзади, вот в легкого опуха стояло, видать, газ пол Nature's у меня и так далее. Ага. Я от него выходил, то есть, Тес, все время, а просто чуть, чуть-чуть, и от него вперед входил. Хахаха. И у меня на 170 срабатывает ограничитель, потому что у меня японские моторы, японская программа. А там, ограничение скорости в страницах 180, там все моторы на ограничителе 180 стояло. Понятно. И у меня вот ограничитель сработала, и я там, бы, все, от меня... Это так бы еще и сделать можно было, если ограничений не было. По оборотам 230 можно разогнаться. Обычно уже, ну, не еще примечательно. Заниженные немножко смотрю. Ну, вот 17, 15 колеса стоят. Ага. На низком. На-на-на. И широкие, 195 на 45. От джигулей осталось... Ну, кузов, наверное. Нет, из техники. А, из техники. Реально, от джигулей остался только руль. А, нет, еще передние ступичные подшипники остались от джигулей. Бачок от джили. Поставник, как это все состыковывалось? Рулевая рейка с гидроусилителем. Рулевая рейка сама от Гольфа, гидроусилитель от Тойоты. Что-то там еще от Субар у меня, что-то под капотом стоит. Так как оно подошло друг к другу? Кастом. Все разное. Кастом, все кастом. Полученные изделия обработают напильником. Да, да, да. Ну, без напильника там никак. Задние тормоза перекрываются шаром краном. Обычный шаром кран с отоплением. Ну, вот с подводой. С ручкой. Я понял, что это за кран. Да, с красной ручкой. Вот, надо бернаут сделать. Закрываешь ручку. Закрываешь полностью задние тормоза. Останавливаешься на светофоре. Нажимаешь две педали одновременно в пол. И в свой стоишь в столб дыма. А потом загорается зеленый, ты просто отпускаешь тормоз и красиво уходишь из светофора. В закат. Да. Причем все остаются в дыму и не понимают вообще, что происходит. С какого хера Жигули так раздает. Ну, забавно, что да. С виду Жигули. Да, с виду обычно. А по факту? Да, с виду обычно. По факту ракета. Прикиньте, а здесь даже по цепочке заказ прилетел. Нифига себе. Вот где надо заказ завозить. Ох, ничего себе. Смотрите, какой заказ шикарный. А то я в центре стоял. Что я там стоял? Надо было сразу сюда пилить, в этот спальник. И кататься здесь. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Надеюсь, все будет хорошо. Вот, блин, а я радовался, что мне заказик по цепочке прилетел. Я думал, там немножко зона есть. Оказывается, ящер меня подловил. И заказ получился без бонусов. Просто 5,50. Я сегодня вот это движение буду весь выпуск делать. Что уже конкретно темнеет? Надо как-то освещение сделать, что ли? Как оно тут когда? Вот так вот, наверное, да? При открытии двери должно загораться. О, есть такое. Закрыл. Погасло. Ништяк. А, все, ящер долбан. Не хочешь мне заказы давать? А как в зону встал, так сразу все. Тишина. А то, блин, туда на Есенина приехал. Он мне сразу заказ кидает. Деловой. Хорошо, что я посмотрел, есть там зона или нет. Так я его не взял. Амфорт плюс. Какие-то волковичи. К черту на рога, короче. Кидаю я нормальный заказ. О, взял вообще меня с линии выкинул. Вот урод. Слишком много пропускаю, так он с линии меня выкинул. Ну вот я стою и опять возникает подозрение, что реально какая-то очередь в этих зонах существует. Потому что только я заехал вот сюда вот, все, сразу заказы прекратились. Ехал здесь, прилетел сразу же заказ. Ехал вот здесь, тоже прилетел сразу же заказ. Воу, причем я только выехал из зоны, вот здесь вот где-то заказ мне прилетел. Я специально запомнил, где он прилетел, чтобы посмотреть. Ну и как это объяснить? Ну по-любому какая-то очередь есть. Может не очередь, может что-то там, ну короче какой-то замут яндовский, точно по-любому. В общем, я думаю вы поняли, да? Мы сегодня больше стоим, чем работаем. Давайте-ка я сдвинусь немножко. Куда-нибудь на голове вон сюда стану. Может там чего-нибудь споймаем. Вообще, лично мне кажется, что присутствие вот очереди... О, смотрите, только сдвинулся. Юманская 3. Давайте поедем, блин. Чем стоять, так уж лучше что-нибудь провести. Так о чем я... А, про свои ощущения расскажу, когда заказ сделаю. А тут рядышком совсем. Ну так себе доплата вышла 60 копеек. Ну я думал где-то рубль хотя бы будет. Даже меньше получилось. Ну а получилось, я из одной зоны перепрыгнул в другую. Вот, был в 8-рублевой, а теперь в 7-рублевой. Ну а кэфа, как правило, нигде нету. Вот только там, где зоны отсутствует, есть небольшой кэф. И то я подозреваю там какой-нибудь плюс один, плюс два. Во, вот так вот. Неманская и Ножуковского. Яндекс решил меня домой отправить. Что там такое происходит? Дурочки в футбол играют. Что вообще ебать? С головой не дружишь? Что? Что он по колесу ударил? По колесу ударил. Ты уверен, что по колесу? Ну я слышал удар по металлу. Стоп, стоп. Он нажирается, блин, творят эту чернягу. Ну я даже не боюсь. Это уже дебилы. не видите да так может отметки правильно нужно ставить но в данный момент у вас была отметка с обратной стороны дома нет не могу потому что у вас неправильно отметили стоит но теперь вы уже с претензией ко мне почему я не на месте поэтому я не могу приехать к вам вызывайте другую машину вот так вот на ровном месте две проблемы а вы у меня спрашиваете почему я не отвечаю на звонки когда мне звонят а что я им отвечу а потом они пишут что я им грублю поэтому иногда лучше просто не отвечать и все пускай думают что хотят но вот скажите зачем она звонит еще раз я же сказал и вызывать другую машину нафига еще раз звонить блин про 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 это самое правильно сказать потеряли 10 минут морда это не отменила заказ так что сами отменяем так ждем дальше вот это нормально одинцово лещинского вот это каратыш хорошо что лужиковского не поехал да на лещинского да все верно добрый вечер добрый вечер может до которого мы подъедем да хорошо спасибо большое до свидания хорошего вам вечера спасибо я вам тоже хо-хо-хо прям стойкий аромат перегара так ясно сейчас пойдет народ кто с пьянок едет так отлично следующее лещинского нормально еще один каратыш погнали очередные 3 30 сделаны ну и так как это зона 9 рублевая то естественно яндекс докинет вот давай прогружайся он 97 это отмена 8 отличненько ждем следующий еще один заказик прилетел уже на 380 днем тут сейчас покажу а вот так вот 380 еще один каратыш за 9 рублей так нормально процесс пошел вот еще один момент я вспомнил который мне не нравится по ночам это заполненные дворы когда блин задом 14 подъездов херачишь в темноте и нет нигде места развернуться но сейчас я правда один подъезд или два сколько их там было проехал но все равно вот вспомнил этот момент снова мы подвинулись в зону далеко и не едут сразу остановился но у этой зоны не мы проедем чуть дальше а вот так вот я что хотел рассказать про ощущение когда в зону попадаешь вот такое чувство что есть какая-то очередь но про это я уже говорил но еще у меня ощущение что когда становишься прямо возле места где ты знаешь что заказы валят срабатывает именно расстояние вот это коротенькая поэтому хрен его знает как она там на самом деле работает но я знаю точно если заезжают в зону тут долго в ней стоять будешь карлинская забыл где это карлинская а плюс ладно поедем такая вот у нас поездка будет 14 километров 13 но съездим для разнообразия и короче заезжать в зону и стоишь просто чувствуешь непонятно но если пристроиться вот именно возле домика который ты знаешь что постоянно оттуда заказывали то срабатывают вот именно короткие расстояния отличненько по кольцевой в топили оказались мы на каролинской сейчас опять двигаюсь в зону которая сколько 8 рублей что не то дороже тут дешевле прыгают туда-сюда хрень а еще ночью меняются правила дорожного движения но в том смысле что многие светофоры не работают например в спальниках и тогда ориентируемся по знакам еще много где появляется поворот налево хотя днем это запрещено что-то еще не помню что-то точно есть заехали можно парковаться и ждать заказ короче здесь краю рыбы нет надо куда-то двигаться поеду такую по прямой к у нас там любимого по моему улица вон там пряменько по ней поедем ну что ж давайте теперь тут где-нибудь постоим например вот здесь чуть дальше я сдвинулся сюда что цена придут кого так бодренько заказики начали лететь а тут приехал на дзержинского и стал о-о-о-о любимого неждановой неждановой не знаю такой улице неждановой ну давайте посмотрим где это твою мать 13 километров то ли они до беды туда в частный сектор 14 километров ехать не ехать не ребят наверно мы не поедем 14 километров по эконому сколько там рублей 8 получится но 9 докинут не там же час 8 рублевая зона нахрен нужным короче на сваливать о смотрите как здорово не поехал на те 14 километров прилетел заказ 26 огонь и у нас возникает дилемма в какую сторону поехать с одной стороны зоны и с другой стороны зона мне кажется вот сюда ближе восьми рублевую так что придется ехать туда в общем снова мы простаиваем минут 15 я наверно постоял решил немножко подвигаться в центр зоны очень беспонтовая суббота в чате кстати тоже пишут что таких суббот давно не было смысле очень плохих но и так случилось что я выбрал именно эту субботу я уже тут и там подвигался и тут подвигался часы гляну когда последний заказ был так вот он у нас был на голубевом подача завершение 22 26 23 11 то есть скоро уже будет час как мы стоим почти 50 минут в данный момент и есть такое подозрение что на этом мой рабочий день и окончен потому что не вижу смысла дальше сидеть час просто так просидеть ночью да я лучше дома посплю ну короче вы поняли да почему я по ночам не работаю потому что во первых это нищебродские заказы но это хорошо сейчас вот зона есть она да и то она ну когда сыграла хорошо когда не сыграла то хреново и вот эти заказы по 3 рубля которые ночью возить это ну блин реально это самоубийство но я так думаю час час ровненько будет как я стою я поеду ни хрена не прилетит потому что тут уже даже при всем желании я наверное достают даже не добью но это если вдруг внезапно начнут заказы валить один за одним тогда конечно возможно у нас сейчас 12 заказов 65 рублей даже миниатюрный план и тут не сделал там во дворе он стоит только что заехал только что выехал оттуда машина поехала один я стою на наличку возят я так подозреваю но еще машины поехал обидно обидно еще четыре минуты завершён 2226 сейчас 2326 ну или тут 2326 опять яндекс поехал смотрите он поехал охренеть что происходит все общем поехал я домой не хрен делать стоять ночью просто так а этот стоит может они все привозят они увозят до сюда блин печально я так хотел поработать впервые я не знаю за какой период времени я решил все-таки поработать ночью блины ну и такая фигня ладно посмотрим может быть летом когда-нибудь хотя на сегодняшний день если вы у меня спросите буду ли я еще работать в субботу ночью я однозначно скажу нет ни хрена сделать а знаете что ради прикола буду ехать из зоны выеду и посмотрю прилетит заказ или нет что мне кажется как только из зоны выезжаешь сразу заказы начнут валить где у нас тут заканчиваться она будет а вот сейчас поверну налево на жукова буду пилить по держинского ну и посмотрим посмотрите только выехал сразу заказ прилетел но не шляпа самое настоящее но давайте еще посмотрим прилетит ли еще заказ вот еду не в зоне это уже так чисто ради эксперимента нифига больше не прилетела радусь уже дворами домой давайте покажу что у нас получилось вернее чего у нас не получилось 118 километров 8 и 1 средний расход ну 12 заказов 65 рублей так и осталось считать я не буду ничего тут даже стыдно считать что-то отнимите рублей 15 получится наверное 50 рублей мы сделали за сегодня и короче я крайне огорчен что я вообще сегодня вышел я бы лучше дома видео посидел отредактировал к понедельнику а так блин завтра в попыхах придется делать целый день сидеть блин что здесь песка какого-то по насыпали что там происходит песчаные горы все общем завершаю на хрен я этот выпуск вопросы пожелания как всегда оставляйте в комментариях всем удачи пока поехал я искать место для парков а сейчас с этим очень туго